Здравствуйте! Вы смотрите новости 5 канала в студии Татьяна Тунку-Сюхи и в начале коротко о главных темах. Там и скамеек хватает, которые уже начинают ломать, и насаждений немного, да и освещения там всего хватает. Стартовала всероссийская кампания по выбору общественных пространств для благоустройства. В Канске определены три территории. В этом году она выпала у нас на неделю с 11 по 17 марта, поэтому все бюджетные учреждения культуры, образования и спорта мы подготовили для наших горожан обширную программу. Масленичная неделя продолжается. В городе вовсю идет подготовка к проводам зимы и народным гуляниям. Старальная машина Бирюса с загрузкой 5 килограмм, а также с 23 программами всего за 15 999 рублей. В дискаунтере цена лом, снова скидки и акции. Успейте приобрести бытовую технику по выгодным предложениям. В Канске вновь стартует всероссийская кампания по выбору общественных пространств для благоустройства на 2025 год. Определены три территории на выбор. За одну из них горожане смогут отдать свой голос. Какие, расскажем прямо сейчас. Одно из общественных пространств, которое включено в программу, находится в центральной части города. Это участок между улицей Московская и Горького в районе гимназии номер 4. Данная территория еще не подвергалась благоустройству, несмотря на то, что изо дня в день ее посещают огромное количество местных жителей, прохожих и учеников. И, конечно же, хочется данному месту уделить внимание. Здесь дорожки нехорошие, неоформленные. Вот здесь тоже так просто идешь и все. Ну, хотелось бы, конечно, маленько приукрасить. Тут ребятишек много бегает. Они так вот балуют сами по себе. Где-то качельки ребятишкам можно поставить, где-то скамеечку может быть. Вот тут среди деревьев или в магазинах. В конкурс по благоустройству попала еще одна территория. Сейчас она больше напоминает пустырь. Но в советское время это был небольшой сквер, где люди отдыхали и наслаждались свежим воздухом. Данное пространство находится в районе Восхода, за зданием многопрофильного молодежного центра. И, конечно же, местные жители мечтают, чтобы сквер восстановили. Фонтанчик, да, конечно, красиво было бы. И вот здесь вот как раз пустырь тут. Да? Вот как бы пустырь, чтобы фонтанчик можно было бы. Еще что? Лавочки. Ну, свартик. Также уже не первый год в программе принимает участие сквер возле библиотеки Кисловского на предмостной площади. Местные считают, что в благоустройстве он не нуждается, а нужно всего лишь за ним периодически ухаживать. Там и скамеек хватает, которые уже начинают ломать, и насаждений много, да и освещения там всего хватает. Самое главное – не видеть собак. Вы там пройдите, но это же ужас. Все три объекта участвуют в программе формирования комфортной городской среды. Старт голосованию будет дан уже 15 марта. Местные власти просят горожан быть активными и поддержать любую из территорий. Будет голосование проходить путем электронно, через смартфоны. В этом году планшеты исключили, нам не дали, да, только через смартфоны. То есть каждый волонтер зарегистрирован в программе, да, и он, соответственно, там уже голосует жителей. Он их привлекает, объясняет, рассказывает суть программы, какие пространства, да, и уже жители сами принимают решения. Возможно, организуем две волонтерские точки, как в прошлом году у нас была одна в районе Порт-Артур организована, да, и в районе кинотеатра «Космос». В том числе, да, в том числе и вблизи избирательных участков будут работать волонтеры, как волонтеры, отдельно волонтеры, которые сдают лотерею, викторину, да, города Красноярского края по выборам, да, отдельно волонтеры, которые голосование по объектам благоустройства. Вот. Они будут работать не в самих избирательных участках, а вблизи избирательных участков. То есть жители могут увидеть, они будут одеты, соответственно, да, на них будет символика, вся информация, да, то есть жители, которые будут подойти и проголосовать. Напомним, в прошлом году в программе формирования комфортной городской среды большее количество голосов набрал участок, расположенный возле городского дома культуры. Его благоустройство начнется совсем скоро. Кристина Куч, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», пятый канал. Масленичная неделя в самом разгаре, а это значит, что до проводов зимы осталось совсем немного. Как в Канске пройдут народные гуляния, расскажем в следующем сюжете. Масленица – это проводы зимы. В этом году она выпала у нас на неделю с 11 по 17 марта. Поэтому все бюджетные учреждения культуры, образования и спорта мы подготовили для наших горожан обширную программу. Так, 15 марта на правобережной набережной в 18.00 состоится праздник «Масленичные забавы». А 16 марта с 12 до 14.00 во всех микрорайонах города, в школах, колледжах и спортивных учреждениях будут работать площадки под названием «Широкая масленица». Но и это еще не все. В рамках празднования «Масленичной недели» у нас будут работать несколько передвижных комплексов по территории города Каннска. В пятницу, 15 числа, передвижной ФАП будет работать в школе номер 8, а передвижной маммограф и флюорограф будут работать в лицее номер 1. В субботу, 16 числа, передвижной ФАП будет работать в районе политехнического колледжа, а передвижной маммограф и передвижной флюорограф будут работать в школе номер 21. И также в воскресенье в школе номер 5 будет работать передвижной ФАП, а в школе номер 3 – передвижной мамограф и флюорограф. Кроме этого, на всех медицинских площадках горожане смогут пройти анкетирование и оценить состояние своего здоровья. В дальнейшем, если это потребуется, с данной анкетой можно будет обратиться в поликлинику и завершить диспансеризацию. Работать передвижные медицинские площадки будут с 10 утра до 6 вечера. Ну а в последний день Масленичной недели состоятся массовые народные гуляния в Центральном парке культуры и отдыха. Заключительное мероприятие у нас 17 марта. Мы уже его анонсировали не раз. Оно будет проходить здесь, в нашем Центральном парке культуры и отдыха. Начнется оно в 12.00, закончится в 15.00. Мы приглашаем всех горожан 17 марта в парк. Мы подготовили для вас очень широкую программу, насыщенную программу. Здесь вы можете посетить наши многочисленные площадки, поучаствовать в семейном конкурсе, потому что у нас в этом году год семьи, поучаствовать в конкурсе чучел наших, ну и, конечно же, забраться на наш Масленичный столб и выиграть замечательные призы. Ждем вас 17 марта в парке. Не стоит забывать, что в эти же дни, с 15 по 17 марта, все горожане старше 18 лет могут выбрать президента России, поучаствовать в викторине, посвященной 90-летию Красноярского края и выбрать общественное пространство, которое будет благоустроено в Канске в 2025 году. Татьяна Тункуйсю, Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания Канск, 5 канал. Сразу после небольшой рекламы вас ждет блок коротких новостей и другая полезная информация. Не переключайтесь. Компания «Экохом» предлагает услуги химчистки ковров, пледов, покрывал на профессиональном оборудовании с использованием центрифуги, что дает вам качественное выполнение работ за минимальный срок. Сами заберем, почистим и привезем. Опыт более 7 лет. Услуги круглый год по городу Каннску и Каннскому району. «Экохом» – чистка и сушка ковров, пледов, покрывал. Телефон 8-913-596-4836. Санаторий-профилакторий «Березка» приглашает отпраздновать важные события в свой банкетный зал. Оригинальная кухня, уютная атмосфера, близость природы сделают ваш день незабываемым. Хотите продолжить празднование? Приятным бонусом станет проживание в санатории всего за 1700 рублей в сутки с питанием. Для вас уютные комнаты, спортивные залы, бассейн, сауна, оздоровительные процедуры и отдых в кафе «Белая чашка». Нравится? Звоните по телефону 938-00. Подключайте сверхскоростные тарифные планы от Орион Телеком и наслаждайтесь всеми современными возможностями интернет-сети. Смотрите видеоконтент в самом высоком разрешении, пользуйтесь интерактивным телевидением, играйте в онлайн-игры с минимальным пингом, общайтесь в видеоконференциях без зависаний, Скачивайте большие объемы данных за минимальное время. И все это доступно сразу для нескольких устройств в домашней сети без потери качества связи. Орион Телеком. 8 800 234 40 60 Грузовой поезд насмерть сбыл бабушку на станции Уяр. Предварительно установлено, что пенсионерка шла в колее между железнодорожными путями и не заметила приближающийся состав. Локомотивная бригада, увидев габариты человека, подала сигналы большой и малой громкости и незамедлительно применила экстренное торможение. Но ввиду малого расстояния наезда избежать не удалось. На красноярские прилавки попали зараженные манго из Китая. При досмотре специалисты Россельхознадзора выявили признаки заражения плодов карантинным вредителям. Красная померанцевая щитовка и заражение продукции подтверждено заключением лаборатории. Фрукт выпустили в оборот, так как данное заражение вредителям не опасно для человека. В Красноярском крае жены участников СВО смогут вернуть половину оплаты за обучение в автошколе. Воспользоваться этой мерой поддержки могут женщины, заключившие договор с автошколой после 24 февраля 2022 года. Для получения компенсации нужно обратиться в территориальное отделение соцзащиты по месту жительства и предоставить копии паспорта, свидетельства о браке, документа, подтверждающего участие супруга в СВО, договора на обучение с автошколой, водительского удостоверения, платежных документов, подтверждающих оплату. В дискаунтере Циналом снова выгодные предложения на бытовую технику. Сейчас действует недельная акция на бренд Бирюса. Циналом не перестает радовать своих покупателей интересными предложениями и проводит неделю бренда Бирюса. Техника от фирмы Бирюса современная и надежная, с высочайшим качеством сборки и полувековой историей. Если вы давно планируете обновить свою стиральную машину или холодильник, а может вы уже готовитесь к летнему сезону и ищете вместительный и удобный автомобильный холодильник, сейчас самое время приобрести эти бытовые товары. На этой неделе Циналом всем покупателям техники Бирюса подготовил тройную выгоду. Скидка до 50%, повышенный кэшбэк на клубную карту Циналом, подарки при покупке любой техники Бирюса. Успевайте приобрести бытовые обновки, ведь такие сладкие предложения доступны до 18 марта. Старальная машина Бирюса, загрузка 5 кг, а также с 23 программами всего за 15 999 рублей по клубной карте Циналом. Данная модель оснащена фронтальной загрузкой, предусмотрены опции замачивания и дозагрузки белья во время стирки. Максимальная скорость отжима – 1000 оборотов в минуту. Также имеется возможность установить таймер от срочки старта на 3, 6 или даже 9 часов. А также двухкамерный холодильник Бирюса 118 с объемом 180 литров всего за 14 999 по клубной карте Циналом. Приобрести товары можно в рассрочку или кредит. Подробности можно узнать в любом магазине Циналом и на сайте ценалом.ру. Пишите за выгодными покупками в Циналом по адресу 40 лет Октября 62 в торговом центре Порт-Артур 2. Пришла пора переобуваться. Очень кстати, наш город снова посетила выставка белорусской обуви. На весь товар для гостей и жителей Канска подготовлены акции и скидки. Проблемные ноги – не всегда проблема. Обувь из Белоруссии уже успела полюбиться Канцам. Требовательным покупателям опытные консультанты помогут подобрать демисезонную пару, учитывая все особенности стопы. Наша обувь особенно подходит людям с такими проблемами, как выпирающая косточка, деформация пальцев, широкая стопа, высокий подъем. В наших моделях предусмотрено все для комфортной носки. Это анатомическая колодка, высота каблука, соответствующая медицинским стандартам. Подошва вулканизированная на литиевой основе. Плотно крепится сверху, дает амортизацию при ходьбе. В такой обуви вы будете чувствовать себя максимально комфортно в течение всего дня. Сейчас самое подходящее время приобрести новые ботиночки, ведь на это есть весомый повод. На ярмарке белорусской обуви покупателей ждет щедрая выгода на покупки. Цены на весеннюю коллекцию остались прошлого года, а на весь зимний ассортимент – скидки. Еще одно преимущество обуви в том, что она прошита капроновой нитью и не будет промокать во время прогулки по талому снегу или в дождь. Узнала я, конечно, что к нам вновь приехала ярмарка белорусской обуви. Конечно же, я к ним пришла. Узнала, что у них сейчас действуют акции, скидки различные. Приобрела вот такие себе ботиночки. Особое внимание заслуживает широкий размерный ряд – женский от 36 до 43 и мужской от 40 до 49. Ярмарка находится в торговом центре ЦУМ по адресу улица Московская, 55. Время работы с 9 утра до 6 вечера. Успевайте приобрести удобную пару обуви, ведь выставка продлится до 18 марта. На этом у нас все. Сразу после выпуска новостей вас ждет рубрика «Полезно знать». С вами была Татьяна Тункуйсю. Всего доброго. До свидания. Трактор-деталь. 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 С нами надежно. Все в одном месте? А разве такое возможно? С магазином «Рассвет» возможно все. У нас огромный ассортимент товаров для вашего сада, дома и огорода. Здесь представлено более 2000 наименований семян, овощных и цветочных культур, лук-севок, удобрения, стимуляторы, грунт для любой растительной культуры, средства от вредителей, кассеты, пластиковые и торфяные горшки, ящики для рассады. Полезным магазин будет тем, кто ищет садовые инструменты. Тут вы найдете все – от культиватора до мотоблока и садово-ручного инструмента. А также в продаже имеются теплицы, парники, укрывной, пленка, большой ассортимент инженерной сантехники, комплектующих теплый пол, маты и коллекторная группа, фитоосвещение. Важно, что все собрано в одном месте. У нас приемлемые цены и специальные бонусные программы. Также действует рассрочка на три месяца. Город Канск, район поселка Рассвет, улица Центральная, Труд, дом 1. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. А если возникнут вопросы при получении медицинской помощи или проблемы в процессе лечения, то разобраться во всем вам поможет страховой представитель. Страховые представители – это сотрудники страховых медицинских организаций. В их обязанности входит информационное сопровождение и консультирование пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Страховой представитель проинформирует и проконтролирует прохождение диспансеризации по программе ОМС. Сообщит о сроках, месте и порядке проведения профилактических мероприятий в соответствии с вашим полом и возрастом. Обеспечит сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Поможет по выбору или замене страховой и медицинской организаций. Защитит права пациентов при нарушении сроков получения медицинской помощи. В случае необоснованного требования оплаты медицинской помощи, входящей в программу ОМС, если возникнут трудности при госпитализации и если есть вопросы в процессе оказания медицинской помощи, то обеспечит проведение очной экспертизы. Если у вас обнаружили онкологическое заболевание, страховой представитель обеспечит ваше сопровождение. Поможет организовать консультации врачей-специалистов. Проинформирует о необходимости постановки на диспансерное наблюдение. Проконтролирует организацию и сроки госпитализации, в том числе при необходимости получения высокотехнологичной медицинской помощи. Проконтролирует своевременность направления на обследование и консультации к врачам-специалистам. Страховой представитель поможет сделать лечение доступным и своевременным, а взаимодействие врач-пациент оперативным и эффективным. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Сегодня в стране работает более 14 тысяч страховых представителей. Их задача – обеспечить всех жителей России возможностью получить немедленную консультацию и содействие по любым вопросам, связанным с предоставлением медицинской помощи по полису ОМС. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова